МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За проделанную работу в текущем году пресечена деятельность организованной преступной группы, лидеры и активные участники которой организовали на территории города Чебокса незаконное производство алкогольной продукции и ее последующую реализацию в розничные магазины и питейные заведения. В подпольном цеху и складских помещений у членов ОПГ, начитывающих 12 человек, изъяли 4700 литров алкоголя, маркированного поддельными федеральными специальными марками и оборудованием для их производства. За 8 месяцев текущего года министерством выявлено 98 преступлений. Сотрудники МВД также борются с поддельными лекарствами, одеждой, обувью. Подобную работу проводят и республиканские ведомства. В Минстрое, к примеру, проверяют строительные материалы. При необходимости, соответственно, выполняется контрольное измерение и испытание материалов. В ходе проведения проверок проверяется и наличие и содержание сопроводительных документов пострадщиков-производителей, подтверждающих качество применения строительных материалов. В 2017 году, соответственно, незаконный оборот продукции, строительных материалов на территории Чувашской республики, министром Чувашии не выявлен. Соответственно, данная работа будет продолжена. Профилактическую работу проводят общественные организации, собрания и круглые столы. Глава Чувашии подчеркнул, необходимо работать комплексно и сообща. Надо защищать рукава и поте лица работать просто. Иначе мы будем иметь другие последствия. Мы наводим порядок и будем наводить порядок. Мы обязаны это делать, но, по крайней мере, скорректировать свою управленческую команду на результативную работу в борьбе с контрфактной продукцией. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика. Парламентарии Республики работают над поправками к законопроекту об изменении пенсионного возраста. Сегодня депутаты Государственного совета поддержали предложенные президентом страны и принятые правительством Чувашии налоговые льготы. Согласно законопроекту, указанные физические лица будут получать налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу. В соответствии со статьей 407 Налогового кодекса, с учетом рассматриваемого законопроекта право на налоговую льготу по налогу на имущество физических лиц имеют пенсионеры, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет, соответственно, мужчины и женщины. Согласно законопроекту, женщины, достигшие 55 лет, а мужчины 60, освобождаются от уплаты налога на индивидуальный дом, квартиру, садовый участок, гараж, а также помещения творческих мастерских. Согласно данным налоговой отчетности, за 2017 год льготу получили 174 тысяч пенсионеров. Сумма льготы составила за 2017 год 91 миллион рублей. С 1 января 2019 года по земельному налогу предусмотрена налоговая льгота в виде уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, находящихся в собственности пенсионеров. А с учетом законопроекта, льгота предусматривается также для лиц, достигших возраста 60 и 55 лет, соответственно, мужчины и женщины. Планируемое количество льготополучателей порядка 150 тысяч. Сумма налоговой льготы более 24 миллионов рублей. Обсуждая законопроект, депутаты фракции «Единая Россия» оперируют цифрами и статистическими данными. Если не принять действенные меры сейчас, то в ближайшие 10 лет выплачивать пенсии станет сложнее. В 1979 году 4 работающих на одного пенсионера. 2009 год – 3 работающих на одного пенсионера. Сегодня 2. Тенденция понятна. И в дальнейшем, я уверен, большинство, кто сегодня против, поймут, что это правильная мера, правильная реформа. Ну а сегодняшний законопроект, он необходим, потому что я уверен, что закон непопулярный будет принят. И только потом заниматься вот этими всеми льготами, я думаю, будет неуместно. Можем опоздать с чем-то. В Коммунистической партии России сохранение налоговых льгот также поддержали, но остались непреклонны в своей позиции по изменению пенсионного возраста. Мы, сохраняя льготы и голосуя за эти льготы, говорим о том, что пенсионный возраст повышать нет никакой необходимости. Можно было бы оставить пенсионный возраст такой же, но при этом сказать, раз у нас рабочих рук не хватает, продолжаете работать, уважаемые пенсионеры, будете получать пенсию и будете еще зарплату получать. И тогда бы вообще никаких проблем не было. С коммунистами солидарные представители фракции ЛДПР. Мы выразили свое, так скажем, особое мнение, свою позицию. То есть мы выступаем резко против повышения пенсионного возраста, а поскольку эти налоговые льготы, они как раз являются частью пакета вот этих всех решений, то есть в принципе они все положительные. Мы их конкретно поддерживаем, но не поддерживаем то, в каком формате вообще общая эта реформа предлагается. Законопроект о сохранении налоговых льгот был принят абсолютным большинством депутатов. Вадим Пачима, Дмитрий Ковалев, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика. Глава Республики встретился с трехкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. В Болгарии в составе российской команды Евгения Ливанова завоевала золото и серебро. Это сейчас последняя какая-то сфера, да? Да, вот это за многоборье, а это за управление сначала в скаках. Ага, второе место. Наконец-то отдых заслуженный. А ведь свой путь к медальному пьедесталу гимнастка начинала в Чебоксарах. Долгие годы девушку тренировала Ирина Штайнер. Радуемся, и девочки имеют огромный стим. Мы взяли на Женю, девочки смотрят, хотят, стремятся, и мы только это поддерживаем. Мы все звенья одной цепи, и мы все рады, что у нас чемпионки России, мы за них очень болеем. Сейчас уроженка Чебоксар обучается в Нижегородском училище Олимпийского резерва. После небольшого отдыха у Жени очередные сборы. Тренер команды Ирина Вина-Русманова расслабляться не дает. Не минуты покоя, соответственно, это же адский труд добиться такого результата. Я помню те счастливые минуты разговора с Ириной Александровной, когда мы проводили международный спортивный форум в России спортивной державы, куда приезжал Владимир Владимирович Путин. Тогда она меня просила для гимнасток создать условия. Вот сейчас помещение нашли, там, в центре молотенбайка. Я разговариваю, занимаются люди, соответственно. Огромные слава благодарны с Иоанна. Хочется пожелать дальнейших успехов. И пока молоды, у вас еще все в ваших руках. Михаил Игнатьев отметил, что для занятий гимнастикой в столице региона намерены открыть специализированный зал. Если сегодня вам удалось где-то что-то посмотреть, где какие есть, допустим, пожелания, мы готовы это взять на вооружение и дальше, соответственно, отрабатывать. Евгения Ливанова и первому тренеру-чемпионке глава региона вручил благодарности и часы с чувашской символикой. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. В Чувашии создан рейтинг трезвости муниципальных образований. Над ним работала команда сотрудников Республиканского наркологического диспансера и Министерства здравоохранения Чувашия. Этот документ включает в себя показатели, которые характеризуют напряженность алкогольной ситуации в разрезе наших муниципальных районов. И поэтому любой человек, прежде всего руководитель муниципального района, оперируя этими цифрами, может понять, как строить реальную профилактическую работу в своем муниципальном образовании. В основы рейтинга легли такие факторы, как демографическая ситуация, социальные и медицинские показатели за последние три года. В результате каждый район по этим показателям у нас проинтегрирован, проанализирован и составлены карты напряженности алкогольной ситуации в том или ином муниципальном образовании. То есть, если район попадает в зеленую зону, значит ситуация оценивается как удовлетворительная, в желтую напряженная, а если красный, это очень крайне напряженная ситуация. Так в красной зоне оказались город Канаш, Канашский и Красночитайские районы. В желтой зоне Новочебоксарск, Шумерля и основная часть районов республики. В зеленую зону включены Чебоксары, Красноармейские и Бресинские районы. Деление на зоны не говорит о том, что там пьют больше или меньше. Все-таки речь больше о последствиях употребления. В целом рейтинг создан для того, чтобы на его основе строить территориальные профилактические программы, воздействовать на местные индикаторы неблагополучия. Основа профилактики – научить человека жить и радоваться без алкоголя. Татьяна Трофимова, Валерий Резюков, Республика. Сегодня всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера. Врачи Республиканской клинической больницы вместе с сотрудниками Национальной библиотеки провели для читателей лекции, тестирование, тренинг. По данным исследований, деменция лишь в 3% случаев зависит от наследственного фактора, а в остальных – от других причин. Такая вот точка отсчета, возрастная точка отсчета – это 65 лет. Начиная с 65 лет появляются определенные риски. И каждые 5 лет эти риски возрастают. Ну а возрастают они у тех, кто начинает заболевать. По разным оценкам, в России насчитывается от 1 до 2 миллионов человек с диагнозом деменция. Всего в мире таких людей около 26 миллионов. В качестве профилактики заболевания врачи предлагают пожилым гражданам регулярно заниматься фитнесом для мозга. В это понятие входит не только разгадывание кроссвордов, но и посещение лекториев и концертных залов, изучение иностранных языков и общение. По мнению экспертов, люди с широким кругом общения лучше сохраняют когнитивные функции, в первую очередь память, чем малообщительны. Готовы ли городские котельные начать с подачи тепла, как только того потребует погода? Сегодня это проверили депутаты Чебоксарского городского собрания. Первая точка рейда – котельная номер 22С, что означает «центральная». Именно она снабжает теплом и горячей водой здания Дома правительства, городской администрации, филармонии и ряд жилых домов. Котельные готовы к отопительному сезону, ждем первых морозов и решений администрации города. Обычно тепло начинают давать в начале октября, плюс-минус пять дней. Особенность отопительного сезона этого года в том, что в конце лета в городе сменилась основная теплоснабжающая организация. Вместо почти обанкротившихся коммунальных технологий, и подачу тепла теперь должна обеспечить специально созданная муниципальная компания. Решением суда приостановлена деятельность коммунальных технологий, и все оборудование, все, что связано с теплоснабжением, все передано в новой организации теплосети. Поэтому у нас вызывает сомнения, каким образом, в каком состоянии эксплуатировались объекты теплообеспечения и энергообеспечения. Поэтому мы сейчас объезжаем все котельные. Было передано 55 котельных, всего было передано 106 объектов теплоснабжения, 305 километров тепловых сетей. Объекты готовы к отопительному сезону на 100%. Судя по техническому состоянию, данной котельной в холодных залах заседать депутатскому корпусу не придется. К подаче тепла все готово. Следующий адрес – котельная по улице Ильбекова, 1957 года постройки, которая снабжает теплом ряд домов в центре города. В этом году здесь отремонтировали один из котлов. Летом жителям пришлось две недели мыться в тазиках, зато зима должна пройти без неприятных сюрпризов. Итак, к холодам город готов. Однако депутаты, судя по всему, в котельных побывают еще не раз. Выезжать на объекты коммунальной инфраструктуры им приходится после жалоб избирателей. Спрашивают, почему у вас вода в домах не горячая, тепленькая только. Мы платим деньги, а вода течет теплая. В некоторых домах такие случаи бывают, поэтому мы стараемся с управляющими компаниями и с организациями, которые занимаются теплом, именно эти вопросы решать. Жалобы также принимают по телефону горячей линии проекта «Народный контроль». Номер вы сейчас видите на экране. Ольга Пырочкина, Борис Андреев. Республика. Спортплощадки, зоны отдыха, цветники и экопарковки. Все это может появиться во дворе обычной многоэтажки. В Чубаксарах продолжается программа благоустройства территорий. На днях работы начались во дворе по улице Текстильщиков и переулку Комбинатскому. Здесь будут две спортивные площадки, три детские площадки, две экопарковки и одна смежная парковка. Существующее асфальтно-бетонное покрытие подлежит ремонту, но не в полном объеме, а согласно проекту, где-то процентов 70. То, что эту площадку необходимо привести в порядок, решили сами жители. В декабре 2016 года включились в программу развития общественной инфраструктуры, основанную на местных инициативах. Провели общее собрание, подготовили документы. «Мы же все здесь очень дружно живем, в этих пяти домах. Живет очень много ветеранов, мы общаемся. И знаем, что мы хотим, чтобы здесь был общий, хороший, очень красивый, благоустроенный двор. Мы сами этот проект разрабатывали. Мы объяснили то, что мы хотим. Нам помогли разобраться с тем, что у нас творится с коммуникациями под нашей территорией, и что конкретно где мы можем поставить». Причем жильцы оплатили всего 5% от всей суммы. «Стоимость проекта где-то 5 миллионов 800. Здесь, конечно же, средства населения. Население участвует в 6 домов в микрорайоне. Порядка 475 жителей проживают в данном микрорайоне. Соответственно, они заплатят порядка 286 тысяч – это средства населения. Потом местный бюджет города Чебоксара – более 5 миллионов. И остальные бюджеты республики». Галина Титарчук, Алина Сусметова, Валерий Резюков. Республика. «Сколько денег нужно человеку для счастья?» Согласно опросам, средней российской семье нужно около миллиона на год, чтобы чувствовать себя комфортно. Сегодня стать обладателем этой суммы можно буквально за несколько часов. Как? Секрет открывают специалисты Банка Восточной. «Получить сумму до миллиона рублей в Банке Восточной можно в день обращения, предоставив минимум документов, паспорт и справку 2НДФЛ». Как потратить миллион, каждый решает сам. Отправиться в отпуск, получить образование, сделать ремонт или купить новую технику. Кредит «Большой сезон» может помочь во всех этих вопросах. При этом кредит интересен еще и своей ставкой. В большинстве банковских продуктов процентная ставка варьируется в зависимости от суммы кредита, срока погашения и ряда других факторов. «Большой сезон» относится к счастливому исключению. Ставка по нему фиксированная и составляет 11,5% и на 13 месяцев, и на 3 года. Получить средства, которых не хватает для полного счастья, легче, чем кажется. При этом, благодаря комфортным условиям кредита «Большой сезон» счастье будет действительно полным. Именно это приоритет специалистов Восточного.